Здравствуйте! В эфире Первого городского служба новостей город в студии Марии Лукьянова. Я и мои коллеги расскажем о событиях пятницы, 13 января. Смотрите в ближайшие минуты. 309 лет в погоне за эксклюзивом и оперативностью. 13 января день российской печати. Николай Николаевич себя показал тем человеком, над которым благосфера с большим удовольствием смеется и улыбается. У Калининградской области будет новый глава. Был опубликован кремлевский рейтинг губернаторов. Когда мне звонят по телефону и спрашивают, что у вас там происходит, я всегда говорю, я не знаю, расстрою вас, наверное, огорчу, но оргий у нас нет. Как стать самой желанной? В Калининграде начался настоящий бум на занятия интимным фитнесом. В каждом мобильном телефоне должна быть своя сим-карта. Если переставить ее в другой аппарат, телефон просто не будет работать. В пятницу стало известно, что Минкомсвязи пересматривают существующую систему с целью свести кражи мобильных телефонов к нулю. Теперь, чтобы сменить мобильный телефон, нужно просить разрешения сотового оператора. Сим-карта будет привязана к конкретному аппарату, и после потери мобильного оператор сможет заблокировать телефон. Если пользователь захочет приобрести себе новый телефон, то нужно будет заключить новый договор с оператором связи, потому что просто переставить сим-карту в другой аппарат будет нельзя. Эту идею специалисты вынашивали несколько лет. Раньше считалось, что ее невозможно реализовать на практике. Теперь способ найден. Сотовые операторы будут изначально регистрировать мобильное устройство с конкретными сим-картами. Эту новость раньше всех осветили печатные СМИ. Уже 309 лет отечественная периодика побеждает в погоне за эксклюзивом и оперативностью. 13 января в стране объявили Днем российской печати. Со временем менялись темы, технологии и отношения читателей к СМИ. Как изменился процесс работы в типографии и облик газеты за 65 лет, смотрите в нашем следующем сюжете. Этой машине всего три года. Все это время работает без перерыва практически круглые сутки. Чтобы начать процесс, в специальной комнате печатают формы, разработанные на компьютере. Технология новая. Принцип основной – светочувствительный материал, который вот в этой установке прожигается лазером и рисует рисунок и шрифт газеты. Проходя через проявочную промывочную секцию, мы в итоге получаем, собственно говоря, форму печатную. 80 лет назад, чтобы сделать одну такую форму, требовалось 15 человек. Макет делали из свинца, общим весом 200 килограмм. Сейчас же требуется всего один компьютер и три минуты работы, чтобы получить форму весом всего 300 грамм. Затем ее устанавливают в печатную машину. С этого и начинается создание газеты. Бумага отечественная, очень прочная. Рулон бумаги, вес рулона порядка 400 килограмм каждого. То есть четыре рулона в тонна 600 бумаги вешается одновременно. Форму, которую мы только что видели в компьютерном участке, вот она установлена уже на машину. Вот одна, вторая, третья, четвертая. И по большому счету машина готова к запуску. Последний этап установки – краска и полотно. Используется всего четыре цвета. Нужный получается их смешением. А потом на полотно после нескольких прогонов выводится нужный шрифт. Правда, чтобы угодить клиенту, иногда приходится израсходовать намного больше бумаги, чем требуется. Полина Степанюк, Виктор Бузин. Служба новостей город. Одно из центральных изданий на этой неделе опубликовало кремлевские рейтинги губернаторов. Его составляли с учетом таких показателей, как публикации в СМИ, узнаваемость главы региона и доверие к нему со стороны власти. На фоне итогов декабрьских выборов местные элиты уверены, что скоро у самого западного региона России появится новый губернатор. По каким еще причинам Николай Цуканов потерял доверие народа? И кого пророчат на его пост? Узнайте далее. Каждому по заслугам его и по вкладу в общее дело партии. По такому принципу, можно сказать, и составлялся кремлевский рейтинг губернаторов. В список попали главы практически всех регионов. Самым скандальным стал губернатор Архангельской области, первое лицо Калужской передовым производственником. Губернатор Костромской – самым депрессивным. Николая Цуканова назвали самым случайным. По всем постам, даже как я сейчас посмотрел, чаще всего обсуждают даже не самого губернатора, а его действия и действия его команды. То есть назначение одного человека, потом другого. И сейчас же мне еще раз напомнили, я совершенно такого же мнения о том, что команда Цуканова такая же случайная, как и он. Местные блогеры объясняют, с чем связана такая отстраненность губернатора. Во-первых, выборы. На долю Николая Цуканова их выпало целых три. Из-за декабрьских его назвали, цитируем, слабым управленцем. И местные элиты уверены, после мартовских можно смело ждать новых назначений. А вот мнение обычных калининградцев. Ну, я думаю, что у каждого есть шанс человека. Тем более, если ему указывают на ошибки, так прислушаются и исполнят. Ну, просто делать то, что он обещает и говорит по новостям, наверное. И тогда, ну, просто больше мне ничего в голову не влезет. И тогда он, естественно, поднимет свое доверие к людям. И все будет отлично. Он у власти был. Мы жили же. И сейчас продолжаем жить. Это раз. Во-вторых, придет к власти другой. Что-то изменится. Понимаете? А так мы уже тянем свою лямку и тянем. Он самый человечный человек. И отношение к народу. И все-таки он и народом занимается, и с детьми занимается. И строит, и все-все. Достраивает после того, что ему оставили. Предприятие сколько стоит у нас в области? В городе стоит. Почелки разрушены. Чельское хозяйство вообще не выстроено. Безработица. Нашу восстанавливать работу. Ну, если добавят пенсию пенсионерам, то это будет вообще хорошо. После январских каникул жизнь в местной благосфере затихла. На время. Новых поводов обсудить губернатора и его команду нет. Только версии о его дальнейшей судьбе. Доверие не только в области, не только в благосфере, не только в журналистской среде. Но, скорее всего, и доверие в администрации президента, губернатора, очень низкое. И сейчас что-либо сделает, мне кажется, времени у него уже нет. В том же кремлевском рейтинге губернаторов назвали и возможного претендента на пост нового главы Калининградской области. Пишут, что им может стать Михаил Прохоров. Мария Пустникова, Дмитрий Суворов. Служба новостей. Город. В областном правительстве в пятницу обсуждали другую тему. Свой бизнес – это реально. По таким девизам прошла конференция для начинающих предпринимателей, глав администрации и успешных бизнесменов. В минувшем году началась активная деятельность по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность. Все желающие от 16 до 35 лет могли зарегистрироваться в интернете и бесплатно пройти обучение. Чему учили будущих бизнесменов, узнавала Татьяна Ожегова. Анатолий Федченко – молодой бизнесмен. Его фирма существует совсем недавно. Все сотрудники – молодые специалисты. Как построить свое дело, с чего начать, где искать финансы и партнеров? С такими вопросами Анатолий пришел в школу молодого предпринимательства. За месяц ему удалось постигнуть азы бизнеса. Помимо каких-то интересов просто общих, есть пересечения различные по бизнесу. То есть так или иначе мы друг другу помогаем в каких-то сферах, потому что люди специалисты в одной области, есть специалисты в другой области. Ну и периодически нам приходится пересекаться так или иначе. Найти будущих партнеров здесь несложно. Многие участники программы «Молодежь» уже имеют свой бизнес. Фирма Вячеслава Пытолева уже встала на ноги. Небольшое предприятие занимается остеклением окон. Генеральный директор пришел сюда за оценкой своей работы. Человек должен всегда учиться. Когда взгляд замыливается, ты теряешь интерес к работе, ты теряешь интерес к бизнесу, ты теряешь интерес к людям. Когда человек считает, что он все знает, он не знает ничего. Вячеслава выделяют из всех участников еще и потому, что он имеет опыт социального бизнеса. Его фирма не раз бесплатно помогала ветеранам и пенсионерам. Мы же не только ради того, чтобы деньги зарабатывать. Мы помогаем и молодежи. У меня фирма практически вся состоит из молодых специалистов. Это первый момент. Второй момент. У нас у всех есть родители. И мы на примере наших ветеранов, пенсионеров видим. Там им помочь некому. Когда приходишь к ним домой, сам видишь, это не подставные люди. Ты видишь, что ты реально помогаешь людям. Эта программа направлена на молодежь в возрасте от 16 до 30 лет. Для каждой возрастной группы предусмотрена своя программа. Для совершеннолетних участников работает школа предпринимательства. Для школьников в возрасте от 16 лет проводятся олимпиады, а летом организуют бизнес-лагеря. Для каждой возрастной группы, естественно, предусмотрены свои мероприятия. Допустим, если ты хочешь пройти школу молодежного предпринимательства, это школа, в которой ребята получают знания, навыки, которые им помогают в последующем создать свое предприятие, уже его зарегистрировать. Конечно, в этой школе могут принять участие только те, кому 18 лет. Это раз. Второе – те, у кого есть уже бизнес-идея. Если тебе 16, то ты имеешь возможность принять участие в Олимпиаде по предпринимательству. В региональном правительстве пообещали, что школа предпринимательства будет существовать и в следующем году. Чтобы сделать первый шаг к собственному делу, достаточно зарегистрироваться на сайте www.molot39.ru и www.open39.ru. Татьяна Ожегова, Виктор Буздин, Служба новостей «Город». Они тоже могли бы стать успешными бизнесменами, но деньгам предпочли другие ценности. В Калининграде продолжается акция «Здоровое начало». Помимо бесплатного посещения различных секций, йоги, бассейна, Калининград до конца января могут научиться играть в большой теннис. Как стать чемпионом всего за месяц? Узнаете из нашего следующего сюжета. Дмитрий Гордеев тренируется всего третий раз в жизни. Удары пока слабые, поэтому он предпочитает разминаться у стены. Начинающий теннисист считает, что это самый лучший вид спорта. Это активная игра, мне нравится активный область жизни. Это игра, в которой задействовано много мышц, и мне нравится сам процесс. То есть, ну, интересно. На корте сегодня только начинающие теннисисты. И совершенно бесплатно. В Калининграде продолжается месяц спорта. За это время можно познакомиться с новыми видами. Чтобы научиться играть в теннис, недостаточно иметь сильные руки. Хотя ракетка и тяжелая. Главное – техника удара. Константин Романченко 8 лет профессионально занимался теннисом. После травмы ноги в 15 лет пришлось покинуть этот спорт. Но ненадолго. Профессиональный теннис он сменил на любительский. Теперь учит калининградцев. Это очень простой вид спорта, в котором руками махают, играют ногами. А выигрывают головой. Тренер может научить технике, но выигрывать человек может только сам. Если у него есть правильное понимание игры. Правильное понимание игры Константин Романченко объясняет своему 9-летнему сыну, как и полагается перед игрой разминка. Как признается Константин, через два месяца тренировок сын делает успехи. Да и у самого будущего чемпиона грандиозные планы. Я настроен получить большой кубок. Мяч от руки профессионала летит со скоростью 220 км в час. А благодаря специальному покрытию пола при отскоке скорость увеличивается. Новички же предпочитают пока более спокойную игру. Он всегда будет модный вид спорта, потому что именно только на теннисе можно полностью себя, вот все внимание переключить именно на игру, на этот мяч. Полностью отключиться от всех обыденных дел, от всякой текучки. И полностью играть, полностью находиться в игре. Это всегда будет модно. Это всегда будет модно. И, конечно, многие приходят, потому что это модно, но остаются на всю жизнь. Это же пообещал и Дмитрий Гордеев. После часа тренировки он от стены перешел на корт. До конца января калининградцы могут посетить не только этот теннисный корт, но и другие тренажерные залы. Подробнее можно узнать на сайте www.здоровая.рф. Полина Степанюк, Дмитрий Суворов. Служба новостей. Город. Смотрите во второй части нашего выпуска. Калининградцы в Польше будут штрафовать по новым тарифам. В соседней стране значительно увеличили штрафы за нарушение правил дорожного движения. Кругу семьи я буду отмечать, конечно же. Ну а потом в город поеду. Будет ли продолжение банкета? Какие планы у калининградцев на старый Новый год? Когда мне звонят по телефону и спрашивают, что у вас там происходит, я всегда говорю, я не знаю, расстрою вас, наверное, огорчу, но оргий у нас нет. Как стать самой желанной? В Калининграде начался настоящий бум на занятия интимных фитнесов. Эти и другие новости после короткой рекламы. В эфире служба новостей «Город» и мы продолжаем. О том, что калининградцев в Польше будут штрафовать по новым тарифам и о том, кто родился в зоопарке, вы узнаете из нашей рубрики «Короткой строкой». Калининградцев в Польше будут штрафовать по новым тарифам. Сумма выплат за нарушение правил дорожного движения значительно увеличивается. За разговор по мобильному телефону за рулем полякам нужно будет отдать 2000 рублей, 1000 за непристегнутый ремень безопасности и 5000 рублей за парковку в неположенном месте. Еще одно изменение – после получения штрафа в Польше, калининградцу будет проблематично продлить визу. После того, как маршрутка «Балта в Талай» на насмерть сбила женщину-дворника, сотрудники ГАИ начали проверку всего транспорта, принадлежащего организации. Оказалось, что каждый третий автобус компании неисправен. У большинства проблемы с тормозами и рулевым управлением. С машин сняли регистрационные знаки. Они не выйдут на маршрут до устранения всех неисправностей. До столицы на поезде будем ездить без остановки на границе. Это пообещал премьер-министр Владимир Путин. По плану пассажиры будут проходить таможенный и пограничный контроль во время движения поезда. Этот пункт прописан в предвыборной программе Владимира Путина. В зоопарке пополнения там появились на свет двое бурых медвежат и обезьянка Колобус. Все в новогодние праздники. Но калининградцы смогут увидеть их еще не скоро. Медведи залегли в спячку и выйдут из берлоги с детьми не раньше марта. Что касается малыша-обезьяны, то он будет находиться в карантине еще две недели, пока не окрепнет. Курсы валют на выходные. Доллар суши 31,58 рубля, евро 40,61 рубля, литовский лит 11,77 рубля, польский злотый 9,23 рубля. В администрации Калининграда нам сообщили, что горожанам не стоит опасаться. Конструкция елки предусмотрен страховочный элемент. А поправить звезду можно только с помощью вышки, использовать которую сейчас нельзя. Опять же из-за погодных условий. В городе объявлено штормовое предупреждение. Отмечу, ранее представители администрации говорили, что ель без труда выдержит балтийские ветра. До этого происшествия калининградцы широко обсуждали форму дерева, брак в расцветке и его стоимость. Теперь сломанную новогоднюю ель решили вовсе не ремонтировать, а разобрать окончательно. Произойдет это в понедельник, сразу после того, как калининградцы встретят Старый Новый Год. Будет ли продолжение банкета? В преддверии Старого Нового Года мы решили спросить у калининградцев, будут ли от меня отмечать этот праздник и где проведут новогоднюю ночь. В кругу семьи я буду отмечать, конечно же. Ну а потом в город поеду. Нет, не буду. В семье, дома. Это старый праздник, обычно в семье празднуется. Старый Новый Год, он и есть старый. Уже прошел Новый Год. Нет, не будем. У меня вообще не праздник, но я постараюсь его отметить. Для нас, знаете, это праздник, но так как мы отмечали его до этого Нового Года, поэтому сейчас мы не отмечаем. Так у нас семья далеко, но им пока двое. То есть можем отметить, поселить, как говорится, ужин, свечи. Это праздник. А так как бы семья далеко, поэтому без семьи. Для нас праздник. Вот у нас специальная семейная вылазка. Да, вот мы приехали с детьми. Да, мы гуляли в школу, в садик. И дома в семейном круге, в кругу обязательно отметим Старый Новый Год. Для нас это тоже праздник. А что подготовили для жителей города работники культуры? Афишу событий субботы и воскресенья изучала Татьяна Караханова. Здоровая нация, светлое будущее. Всех, кто ведет здоровый образ жизни или только собирается к нему приобщиться, ждут в субботу на зарядку. В 9 утра в Центральном парке культуры и отдыха рядом с памятником Высоцкому состоится городская разминка. Возраст значения не имеет, а в этот же день всех желающих ждут на занятии йогой. Все бесплатно. Нужно только заранее записаться по телефону, указанному на сайт здоровояначало.рф. Размяться после праздников можно и с помощью кулаков. В воскресенье в здании 38-й школы состоится первенство области среди юношей по рукопашному бою. Начало в 11 часов. Ждут всех желающих. Уникальная выставка в этот уикенд проводится в Историко-художественном музее. Антикварные и винтажные детские игрушки производства Германии, Швеции, Канады и СССР. Представят калининградцам. Более 130 экспонатов из частной коллекции Марины Беляковой. История в куклах – это куклы, пупсы, животные, машины, кукольные предметы быта и интерьера 19-20 веков. Они расскажут взрослым и детям сказочные и правдивые истории о себе и своей эпохе. Тем, кто хочет отдохнуть после первой рабочей недели Нового года и обрести гармонию, стоит сходить в Калининградский областной театр. В воскресенье там состоится концерт Калининградского симфонического оркестра. Репертуар из лучших произведений классиков, потрясающее исполнение музыкантов и гарант отличного настроения. Еще одно значимое мероприятие для ценителей мира и музыки состоится в воскресенье в 16 часов. Всех желающих приглашают в музыкальную гостиную штат Халли. В историко-художественном музее состоится спектакль «Рэдфиэм» по произведению Александра Сергеевича Пушкина. Актеры труппы «Театр на Западе» представят нас у зрителей захватывающий сюжет под сопровождение классической музыки. Приятных вам выходных! Как стать самой желанной? В Калининграде начался настоящий бум на занятия интимным фитнесом. Каждое занятие длится не менее двух часов, а на полный курс уходит почти месяц. По словам тех, кто уже его прошел, эффект стопроцентный. Мужья начинают задаривать своих жен цветами и носить на руках. Как добиться такого результата? Узнавал наш корреспондент Мария Постникова. Женщина всегда тянется к красоте. Прикасаться к этой красоте мужчинам не запрещается, но заходить в святая святых категорически нет. Здесь женщины занимаются интимным фитнесом. Когда мне звонят по телефону и спрашивают, что у вас там происходит, я всегда говорю, я не знаю, расстрою вас, наверное, огорчу, но оргий у нас нет. Вместо оргий здесь групповые занятия и танцы. Вот этот называется драгоценная жемчужина. Помогает раскрыть в женщине женское начало и вспомнить. Женское тело – это произведение искусства, которое сотворил сам Бог. И женщина так устроена, чтобы дарить любовь, соблазнять и радовать собой. Искусство соблазнять и радовать собой – любовь Аверина постигала в Таиланде у даосского мастера. Ту же школу прошла и Ева Иванова. Свой возраст тренер по интимному фитнесу не скрывает. Ей 47, но это только по паспорту. Для того, что здесь происходит, я чувствую себя молоденькой девочкой, абсолютно молоденькой девочкой. И это я могу обещать и подарить вам. Она дарит своим ученицам способность раскрываться подобной жемчужине. После таких тренировок для развития женской чувственности эффект первыми, как ни странно, ощущают мужчины. Многие мужчины даже к нам приходят и говорят, слушайте, а можно я как-нибудь свою жену к вам приведу? Мы говорим, конечно. Только я с ней сейчас поговорю, потому что мужчина он интимно всегда чувствует, чего ему в женщине немножко не хватает. И он говорит об этом. Может быть прямо, может быть вот так завуалировано. Но не очень ждут, когда женщина станет опять женщиной. И начнет замечать в мужчине его мужество и силу. По статистике, после занятий интимным фитнесом многие пары снова возвращаются в недовый месяц. Разница в том, что длится он не четыре недели, а каждый день. Мария Босникова, Кирилл Макаров, служба новостей город. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Если вы станете свидетелем интересных событий, позвоните к нам в студию по телефону 91-94-04. Напоминаю, что все наши новости дублируются на обновленном сайте. Одингородской.ру С вами была Мария Лукьянова. Со старым Новым годом вас и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова